Всем привет, с вами Блэйдер Чам. Сегодня я бы хотел разобрать с вами следующую тему. Почему стоит начать играть в Бэйблэйд Икс прямо сейчас? Во-первых, Бэйблэйд Икс. Если кто вдруг зашел на этот ролик и не знает, что это такое. Это новое поколение Бэйблэйда. Логическое продолжение линейки Бёрст. Мы видим некую цикличность у Бэйблэйда. То есть у нас был Бакутен сначала, пластиковый. Его еще многие называют Пластик Джен в США. Потом у нас был Метал Файт с металлическими контактными точками. Потом у нас был Бёрст, опять пластиковый. И теперь Икс, где опять контактные точки металлические. Можно сказать, что есть какая-то цикличность. И чем же так привлекает Бэйблэйд Икс? Бэйблэйд Икс вобрал в себя все фишки предыдущих поколений. У нас есть сам Бэйблэйд, можно сказать, единую преемственность Бакутена. У нас есть Металл в контактных точках, Наследие Метал Файта. И у нас есть возможность Взрыва, Наследие Бёрста. Битвы с Бэйблэйд Икс выглядят намного динамичнее, чем Бёрсты. Здесь пока есть одна фишка, которая мне очень нравится. Вот среди всех волчков, как таковой, имбы нет. Вы можете победить абсолютно любым, если вы умеете играть за определенный стиль против другого стиля. И нет такого, что, как у нас было зачастую в Бёрсте, то есть есть манга, Думсайзер, все, он всех уделает практически. Есть первый сезон, опять же, Дэвсайзер. Третий сезон, ну, либо Геркулес, либо Феникс и так далее. Здесь же такого нет. Вы можете победить Визардом, выиграть на турнире с Токовым. Можете Шарком, можете упаси бог Ринохорном, можете играя за Леон Кло или за того же Хеллсайта. Нет волчков, которые будут прям имбой. Вы за каждый можете выиграть, если вы умеете играть именно за ваш стиль и понимаете, как играет соперник. Экстрим Дэш это, наверное, одно из лучших изобретений во всей истории Бэйблэйда. То есть оно дает намного больше эмоций, чем Бёрст и все нововведения, которые были по ходу развития Бёрста придуманы. Ну вот просто посмотрите, насколько динамичнее. А Бёрст так может? Спойлер нет. Это не значит, что поколение Бёрст плохое. Это значит, что поколение Икс внесло свои новые коррективы, которые делают его действительно интересным. Ну и также помните про Икс Овер Проджект. Скоро вы увидите в форме Бэйблэйдов Икс дизайны из Бэйблэйд Бёрст, Бэйблэйд Метал Файта и Бакутена. Ну и также уже начинаются турниры. Например, первый в России будет 6 января, где как раз таки будет весьма интересно посмотреть на то, как люди поняли ли за время, пока существует Икс, что ими надо уметь играть. Или же будут просто пытаться вывозить на выносливости, как делали это в Бёрсте. Ну и я понимаю, что многим после такого длительного знакомства с Бёрстом, после такого длительного опыта Бёрста, после там фактически 7 лет предыдущего поколения, очень сложно перейти на новые. Знаете, я понимаю ваши чувства. У меня было точно так же, когда выходил Бёрст. После Металла мне казалось, что это отвратная вещь. Я понимаю ваши чувства, когда у тебя есть богоподобный Гравити Дестройер и выходит вот это. И ты думаешь, для кого это сделано? Зачем? Метал Файт в свое время мной воспринимался так же, как многими из вас сейчас воспринимается Бёрст. Но однако же, как вы видите, я при этом мог наслаждаться и Бёрстом, и сейчас могу спокойно наслаждаться Иксом. Поэтому переходите на поколение Икс, сейчас самое время. Как раз таки турнирчики, все такое. У вас есть шанс научиться играть, пока другие не очень умеют. И взять сколько-нибудь турниров делать своих друзей. Вы сможете это сделать вообще без проблем. И чем раньше начнете, тем лучше. 2024 год, год, когда должен быть релиз большой по Икс Овер Проджекту. Будет очень интересно. Мы должны увидеть легендарного Лайтникл Драга и Сена Экскалибура и Трай Пио из Бакутена. Поэтому даже ваши любимые дизайны из Бёрста появятся в Иксе очень скоро. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok